Уважаемые коллеги, приветствую вас в культурной столице нашей страны, в самом интеллигентном городе России, в Санкт-Петербурге. Онкологический форум «Белые ночи», несмотря на свою относительную молодость, уже завоевал признание онкологической общественности России. Причиной это является интересная многопрофильная программа и очень хорошая организация форума. Позвольте мне поделиться с вами своими соображениями по поводу состояния против рака борьбы в России и о ее перспективах. В первую очередь я хочу опровергнуть миф о том, что смертность от злокачественных опухолей в России растет. Конечно же, это неправда. В России, как и в большинстве развитых стран, смертность от рака снижается. Снижается смертность в основном за счет рака легкого и других форм рака, идеологически связанных с курением. Снижается она потому, что снижается распространенность курения во мире. И кроме того, на снижение заболеваемости и смертности от рака легкого и других форм злокачественных опухолей, связанных с курением, влияет снижение концентрации смолы, уровней смолы в современных сигаретах. На динамику заболеваемости и смертности от злокачественных опухолей в России влияет и рак желудка. Заболеваемость и смертность от рака желудка снижается. И снижается в результате того, что снизилась инфицированность населения Helicobacter, изменилась, улучшилась жизнь, улучшилась, снизилась скучность проживания населения. Кроме того, положительно на заболеваемость рака желудка влияет изменение типа питания, изменение состава диеты нашей, увеличение в питании количества овощей и фруктов и снижение потребления консервированных и копченых продуктов. Однако, несмотря на то, что я вам рассказал, в профилактике злокачественных опухолей есть еще значительные перспективы, перспективы неиспользованные. Речь идет о профилактике рака шейки матки. К сожалению, в отличие от рака легкого и рака желудка, заболеваемость и смертность от рака шейки матки растет. А растет она потому, что растет распространенность инфицированности вирусом папиллома человека. Хромает у нас и сатологический скрининг рака шейки матки. А вакцинация против вируса папиллома человека, против ВПЧ, фактически могла бы уничтожить рак шейки матки как нозологию. Таким образом, в этом коротком выступлении я хотел показать, что профилактика является очень важным, можно сказать, основным звеном, основным компонентом противораковой борьбы. Очень многое сделано, многое достигнуто. Однако есть еще что делать. Мы должны активировать свою работу в области выявления, изучения факторов риска злокачественных опухолей, а соответственно и активировать свою работу в области профилактики рака. Научно обоснованная профилактика – это основной и наиболее эффективный компонент противораковой борьбы. Спасибо.